Скажем еще раз, слава нашему Господу, друзья. Я хотел бы еще раз поздравить вас с этим светлым праздником Рождеством, которое мы на протяжении этого времени, которому мы дню радуемся, которым мы встречаем, как бы, Рождество Иисуса Христа. И это не поклонение какому-то дню, но это поклонение Господу живому, который действительно родился. Родился в каком-то беспомощном таком состоянии, младенцем. Пришел Бог на эту землю. И, как братья проповедовали уже на этой неделе, великое благочестие тайно. И это тайно. Как это все происходило, мы можем с вами читать. Но, как бы, это действительно чудо для нас с вами. И сейчас мы с вами молились о наших детях. Я тоже вспоминал вчера, когда я, ну, только вот пришел в церковь, можно сказать, еще это не в Томске было. И у нас не было воскресной школы, но это светлые воспоминания, которые Бог дарит нашим детям, которые пришли тоже к Господу, которые, может быть, это не сознали. Родились в семьях верующих родителей. И вот они в церкви. Но это светлые воспоминания. И это великое благословение, которое Бог даровал нашим детям. Вот столько лет прошло, а я до сих пор помню, как я ходил там в церковь. Мы тогда жили на Чукотке. Как мы общались с этими детьми, которых родители тоже были в церкви. И это какой-то свет такой, особенный свет. Потому что, ну, вот школа, допустим, там, или садик, или просто общение на улице. Что оно хорошего может дать? Может быть, что-то и может дать хорошего, но совсем мало. А этот свет, который Иисус Христос, придя на эту землю, который излил вот наши сердца, излил сердца наших детей, это действительно что-то драгоценное. Это то, что, может быть, осознается только со временем. Может быть, даже и не сразу. Но это великий подарок, который Господь дарит нам, нашим детям, что они родились вот именно в верующих семьях. Что им Господь даровал верующих родителей. Может быть, сегодня еще многие этого не сознают, но пройдет время, и они обязательно это оценят. Поэтому, друзья, а мы не будем с вами унывать и учителя, и родители, что, может быть, дети где-то, они еще непослушные такие. Может быть, они еще сегодня многого не понимают, но у них все равно есть вот это детское стремление, детское стремление неосознанное быть в церкви. Вот этот свет. Сегодня они собрались на этом месте, они перед нами сегодня. Мы видим, как они сидят, такие сосредоточенные, такие серьезные, может быть, они не всегда такие. Но сегодня они пришли на этом месте также прославить Господа нашего. Так же, как и мы. Может быть, не понимают они это, но у них в сердце такое же желание прославить Господа. И для Бога вот это очень ценно и очень важно, что когда и мы, и дети наши, мы все вместе приходим на это место, чтобы нам благодарить Господа. Мы будем сегодня также вспоминать о рождении Иисуса Христа, будем читать эти строки, эти слова, которые говорят об этом для нашего напоминания. Это очень важно. Евреи, когда Бог давал им закон, помните, там надо было и навязать, и на лбу там навязать, и на рукавах навязать строки из Слова Божьего. Это важно. Важно, чтобы мы напоминали друг другу эти слова, которые в Библии. И казалось, кто-то думает, ну что мы читаем все одно и то же, говорим об одном и том же. Но Бог знает, что это важно, чтобы у нас глубоко-глубоко в сердце это отпечаталось, чтобы мы всегда помнили, что Слово Божие, оно живое, оно действенное. Оно производит то, что Бог хочет произвести в наших сердцах, как в своей церкви. Я буду читать Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 стиха. События, которые рассказывают о рождении Иисуса Христа. Эти чудесные события, которые произошли 2000 лет назад. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. Потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Мариейю, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли. Потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень. И слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышнях Богу! И на земле мир, в человеках благоволение. Скажем еще, слава нашему Господу. И вот эти слова мы действительно увидели в своей жизни, они исполнились. Написано, слава Вышнях Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение. И сегодня в сердцах наших мир. Господь действительно даровал нам этот мир. Мы сегодня уже с вами не переживаем о том, о чем мы переживали, когда были люди неверующие. Господь подарил нам мир сегодня. У нас есть мир с Богом, и это есть великая драгоценность. И дальше написано, в человеках благоволение. То есть Бог, у него такое расположение к нам, к нашим семьям, к нашим детям, что Он отдал Себя, пришел на эту землю и подарил Себя нам. И мы сегодня за это очень благодарны Господу. Давайте сейчас помолимся. Попросим Божьего благословения на это служение, на это собрание, чтобы Бог благословил, чтобы Бог сегодня управлял всем, чтобы Бог сам сегодня присутствовал на этом месте. И мы все с вами это видели в своем сердце, ощущали в своем сердце. Присутствие Божие. Чтобы Господь сегодня был прославлен на этом месте, чтобы Он помог нам вознести славу, славу подобающую для Него. Давайте склонимся и совершим эту молитву благословения. Спасибо.